Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем новый проект. И я сегодня расскажу немножко подробнее о нем и о том, как можно к нему присоединиться, если вы захотите. Мы вас ждем здесь, в Минске. Суть в чем? Зачера, например, я записала видео с Олечкой, которая начинает с астрологии. Это первый наш микс, наш проект, наша проба, которая вырастает из экспериментов. Если вы обратили внимание, в экспериментах мы поначалу, когда мы их только начинали, это было вообще, часто задавался вопрос, вообще не сошли ли мы с ума, не занимаемся ли мы детством, и вообще какую ерунду мы устроили. Когда мы вникли в суть парасомномбулизма, опять-таки, когда тут же Саи Баба показал, как он работает с параллельными реальностями для материализации предметов, когда мы начали вникать в суть вообще, как строится работа с бесконтактным боем, эта работа у нас с Олегом плотно велась, она не закончена, но подготовка шла, чтобы разложить на составные части, каждую часть взять в отдельности, чтобы у людей было результат, а не просто поговорить об этом. Когда мы начали вот эти вещи исследовать, мы поняли, что сон во сне – это один из вариантов, когда можно получить доступ к психическим ресурсам человека, причем получить быстро и достаточно качественно. На тему параллельных реальностей, вообще впервые мы услышали, опять-таки, мы только начинали эксперименты, и в это же время мы узнали о этих же вещах от Владимира Бесфамильного, от Сергея Дебальского. Тут серьезные люди начали подтягиваться, помогать, советовать, подбрасывать мысли, идеи. И это все позволяло нам углубляться в тему и, в общем-то, прийти к парасомномбулизму и сейчас двигаться дальше. И вот для того, чтобы то, что мы наработали в экспериментах, каким-то образом связать с материальной реальностью, с результатами здесь, с какими-то воплощениями здесь, с мыслями и с идеями, мы решили брать людей, у которых есть талант в определенной области, он у них прошит в программном их обеспечении, в их предназначении, в замысле их прихода в эту жизнь, и с этими людьми углубляться в конкретные темы, расшаривать эти темы и доставать оттуда информацию, и менять имеющиеся уже здесь на, ну, я буду говорить бизнес-языком, продукты в более качественную сторону, вносить туда новинки, вносить изменения и так далее. И так как мы работаем с психотехникой, экстрасенсорикой и психологией, соответственно, больше, конечно, будет затрагиваться эта область. Хотя, если подтянутся технические специалисты, если подтянутся спортсмены и так далее, мы только за. Мы только за, потому что это тоже вариант расширения. И вот первый человек, который вот сейчас уже начинает работать, который согласился участвовать в продолжении уже такого эксперимента, привязанного к материальной реальности, это Олечка, Ольга Фурс, это девочка Самнамбул, которая имеет 11-летний стаж работы по астрологии, по западной. Это ее хобби. Этим хобби она увлеклась с 18 лет или с 17 лет, и она там в нем глубоко с головой. Она оказывает консультационную помощь людям. Она работает в этом направлении. И из того, что мы видим сейчас, то, что есть на рынке, есть очень много людей, которым эта тема интересна. Она действительно объемна. С точки зрения знаний она действительно объемна. И для того, чтобы качественно оказывать консультационные услуги в области астрологии, надо хорошо понимать психологию, надо хорошо чувствовать информационный поток и быть в нем для того, чтобы качественно снимать информацию. Это помимо тех знаний, которые даются через математические расчеты. Понимаете? То есть астрология – это не астрономия. Тут надо измененное состояние сознания, надо умение работать в потоке, надо индивидуальное подключение, надо озарение, надо все то, чем мы занимаемся на экспериментах. Понимаете, да? И получается, что, кроме того, астрологий-то много, астрологий много. Та же самая ведическая астрология, вот смотрите, если брать сложность и углубляться в то, чем будем заниматься, та же самая ведическая астрология, она достаточно объемна. И я много лет общаюсь с Арджуном Чакраборти, моим любимым астрологом из Индии. Он астролог в восьмом поколении. И из поколения в поколение его определенным образом воспитывали, его определенным образом готовили. У него есть своя система ценностей убеждений, у него есть своя достаточно жесткая система ограничений. Ограничений по взаимоотношениям с женщинами, по питанию, по проявлению себя в жизни. То есть, если вот первый его приезд в Белоруссию для меня был шок, что я просто не знала, как его кормить, то сегодня эти проблемы решает и его жена, которая теперь приезжает ко мне в гости вместе с ним. И одновременно изменились его режимы питания, потому что он понимает, что то, что у него издревле шло, оно не влияло так на информацию, на то, что он имеет духовный доступ и подключение к информационному полю. Но он просто воспитывался ровно так же, как воспитывались все его предшественники эти восемь поколений до него. Понимаете? И тут получается, что у него интуиция была завязана и на питание, и на отношения, и на все остальное. Через расширение человек понимает, что сегодня это уже все необязательно. Сегодня можно пройти более коротким путем с меньшим количеством ограничений. И это прекрасно, что это понимается, это есть. При этом ведическая астрология сама по себе, она имеет очень много правил. Правила, конечно, можно записать в конспект, можно выучить, но тут же к этим же правилам дается такое же количество исключений. И вот, господа, как понять, этот человек попадает под исключение или этот человек попадает под правила? Ведь в данном случае, получается, объем информации такой большой, и как выбрать правильное решение, когда у тебя на консультации уже сидит человек, а Арджун, например, очень точечно попадает, вплоть до времени и до конкретного дня, когда у человека произойдет то или иное событие, которое, например, кармой предусмотрено как мост, который мы не можем изменить, или можем чуть-чуть подвинуть во времени. Вот эти вещи, они просто феноменальны, но они получаются в потоке. Как подготовить человека, у которого нету 8 поколений до этого, вот такого хвоста наследственного, и который хочет сегодня быть качественным астрологом? Вот, более того, сегодня люди хотят заниматься и ведической, и западной, и арастризмом, и чем угодно, да? Куда не прыгнешь. Главное, чтобы дать цель-то. Правильное предсказание, правильный результат, да? Чтобы у человека была хорошая психологическая консультация, это номер один в астрологии, да? И второе, это действительно человек получил достоверную информацию. Как получить достоверную информацию? И вот, когда мы начали взаимодействовать с Олей и в экспериментах, мы посмотрели, что она может подключаться, во-первых, к любому из товарищей, которые могут ей помочь, как пророки, как хорошие астрологи, как хорошие ученые. Она может подключаться к библиотеке данных, она может брать информацию из любой книги, даже если этих книг уже не существует вживую, да? Объективность информации, конечно, надо проверять. А проверять как? Проверять через жизнь. У нас по-другому мы не проверим. Через вот эту материальную реальность, через консультации с людьми и так далее. То есть через обратную связь. И поговорив с ней, видя, что у нее в этой области есть интерес, у нее есть достаточное программное обеспечение в голове, чтобы взять эту информацию, чтобы вытянуть ее сюда и соединить с имеющейся. Кроме того, у нее здесь хорошая поддержка будет со стороны Арджуна Чакраборти с точки зрения практического астролога. Но он не может постоянно сидеть в Беларуси. Значит, там раз в полгода он ко мне приедет на несколько дней в гости, и в это время мы сможем с ним общаться, он сможет ее поддерживать, в скайпе где-то поддерживать и так далее. И мы сможем сделать такой микс, который, во-первых, сможет соединить все астрологии, сделать переходы. Если человек там нахватался, кусков там, 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 он сможет у себя в голове соединить эти куски эффективно на результат. То есть мы не будем делать, там, эта астрология плохая, а эта там некачественная. Да, нет. Если в этой астрологии у тебя есть хороший инструмент, и в этой астрологии у тебя есть хороший инструмент, почему ты не можешь их соединить даже в одном прогнозе? Что так тяжело две программы на компьютер поставить на сегодняшний день? Да не тяжело это все. То есть сегодня обработка информации идет по-другому. И важно человека еще научить входить в эти состояния, в поток и так далее. Вот это уже задача номер два. И чем интересна Оля, например, чем интересен Арджун, они пребывают в определенных состояниях сознания, когда это может быть взято другим человеком через физическую подстройку тела. То есть взаимодействуя с ними, человек находится в определенном таком же состоянии торможения. Сперва эти состояния бывают дискомфортные, кажется, мозги не соображают. Вроде ты улетаешь, вроде-вроде, а потом ты привыкаешь к этим состояниям и понимаешь, что тебе не надо семь раз бегать для того, чтобы один раз сходить и получить результат. И не надо выполнять лишнюю трепыхательную вот эту работу, вносить суету в этот мир, когда можно все делать значительно быстрее, проще. Просто вот раз в нужный момент, в нужное время, совершил нужное действие, получил нужный результат. Вот это важно. Сегодня это называют интуицией, но на самом деле это пребывание в гармонии. Я бы так это назвала. Вот тогда работает у нас интуиция, когда мы в гармонии сами с собой. Вот эти гармоничные состояния, они также транслируются с людьми, которые умеют в этих состояниях пребывать. Поэтому первое направление, которое мы выбрали для исследования и будем углубляться вместе с Ольгой в него, это астрология. Если вам интересно поддержать это направление, вы можете приходить и заниматься с Ольгой астрологией. По четвергам будут проходить ее клубные занятия, они будут там стоить копейки. Вы будете приходить заниматься с ней, изучать. Там будут соединяться разные астрологии, рассматриваются разные направления, там будут даваться конкретные знания. Те, кто никогда не занимался астрологией и хочет начать, это вообще идеальный вариант. Потому что вы сразу начнете не только знания получать, но и состояние, но и состояние для работы. И сразу будете получать и психологические знания, как вести грамотно консультации, чтобы вы не навешивали проблем клиенту, а наоборот, чтобы он, уходя от вас, получал дополнительные крылья и дополнительный импорт для того, чтобы он мог жить в радости, в счастье и в комфорте. Понимаете, это совсем другая консультация. Это все ставится в задачу, вот в это направление. Кроме того, понимаете, астрология – это не одно направление, с которым можно работать через информационное поле. И поэтому мы, уже углубившись и поняв в то, что мы не можем взять информацию через человека, у которого нет интереса в данной конкретной области и нет программного обеспечения под данную конкретную область, расшарить там сложно. То есть можно поверхность какую-то снять, а глубоко углубиться в тему получается именно через таких людей. Поэтому количество тем мы будем добавлять через количество людей, которые этим интересуются. И, соответственно, задача стоит перед теми, кто приходит в проект. Сейчас мы еще с двумя человеками начинаем работать, тоже как и с Ольгой. Их задача не только взять информацию, их задача потом отдать эту информацию. То есть, если вы будете продумывать насчет того, чтобы прийти и с нами сотрудничать, значит, думайте сразу, что вы будете не только брать, вы будете не только учиться, вы будете еще и отдавать. Ну вот пока так. С вами была я, Наталья Зайцева. Следите за информацией. До новых встреч, друзья.